Добрый вечер! В эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Баженков. Вино, произведенное на территории Евразийского экономического союза, в скором времени будет рекламироваться в средствах массовой информации. Законопроект, разрешающий рекламу, уже весной будет внесен в Государственную Думу и рассмотрен депутатами. Правительство Российской Федерации законопроект уже поддержало. Об этом рассказал вице-премьер федерального правительства Александр Хлопонин в интервью российской газете. Также он сообщил о намерении властей ввести в цивилизованные рамки интернет-торговлю спиртным. Над этим мы сейчас работаем, но окончательного решения пока не принято, сказал Хлопонин. Также чиновник, курирующий алкогольный рынок страны, сообщил, что минимальную розничную цену на водку в этом году повышать не планируется. В 807 человек из 20 районов республики, в том числе из Якутска, написали заявление о трудоустройстве в добывающие компании. Это Алроса, Алмаза, Набара, Сахан, Транснефтегаз, Газпром Добыча, Ноябрьск, Газпром Трансгаз Томск, Транснефть Восток и ТАСС Юряхнефтегазодобыча. Еще 3635 человек желают пройти переобучение для работы в названных компаниях. Об этом сообщили в Госкомзанятости Республики. В целом ведомство планирует трудоустроить 3500 соискателей минимум в 20 промышленных компаниях в этом году, а также обучить почти 1200 человек более чем 90 профессий. В прошлом году 2000 человек было устроено в такие компании, как Колмар, Якутуголь, Эльгауголь, Алданзолото, Золотоселегдара. И началась работа именно по трудоустройству у Дачнинских ГОК, это на месторождении Верхнемунская, Акал, Росада. Сегодня уже выехали по подбору подходящих работников в Юлийскую группу УЛУСов. А дальше, конечно же, центральные УЛУСы, северные, арктические УЛУСы мы всех охватываем. Все вакансии, потребности на 2018 год у нас на сегодня, предварительные данные, это 2500 рабочих мест. Ну, как я уже сказала, основном это рабочие профессии, да, и подбор будет проходить по всем УЛУСам. Тем временем в Агентстве по развитию человеческого капитала сообщили о 20 тысячах открытых вакансий на портале «Работа на Дальнем Востоке». Больше всего в квалифицированных кадрах сегодня нуждаются работодатели Приморья, Якутии и Хабаровского края. Так, более 3000 специалистов ищут сегодня якутские компании, в их числе «Колмар», «Алданзолото», «Якутуголь» и «Тарынская золоторудная компания». А здесь наиболее востребованы кадры в сфере угледобычи. Это электромонтер, машинист специализированной техники, слесарь, аппаратчик углеобогащения и начальник смены. Требования к клиентам рынка потребительского кредитования могут ужесточиться. Это произойдет, если Центробанк примет предложение министра экономического развития Максима Орешкина. «Наиболее активный рост кредитования опять устремился в сторону необеспеченного потребительского кредитования. За год портфель таких кредитов разросся на 20%, но может расти и на все 50%, заявил министр. Однако раздувание кредитного потребительского пузыря будет сдерживать дальнейшее снижение ключевой ставки. Банку России стоит поддерживать баланс, может быть ограничить неустойчивые виды кредитования», – предложил Орешкин. Напомним, в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Обувь, постельное и столовое белье, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, блузки, кожаная одежда, шины, духи и туалетная вода, фотокамеры – все эти товары в ближайшее время начнут маркировать специальными знаками, гарантирующими безопасность и качество. Специальные чипы уже устанавливаются на все меховые изделия, произведенные в России или ввезенные в нашу страну. В порядке эксперимента уже год маркируются и лекарства. Власти сочли этот опыт положительным, и премьер-министр Дмитрий Медведев поручил поэтапно переходить к маркировке других изделий. В полном объеме национальная система маркировки должна заработать к 2024 году. Налоговая нагрузка на добросовестный бизнес снизится в ближайшие 6 лет, а в этом году упростится валютный контроль. Пообещал министр финансов России Антон Силуанов, владельцем и топ-менеджером крупных компаний, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. О деталях министр говорить не стал, но призвал предпринимателей шире использовать для расчетов рубль. По его словам, национальная валюта и рублевые финансовые инструменты в условиях санкций обрели больше привлекательности. Цитата. «Сейчас говорят, давайте биткоины и еще какие-то криптовалюты развивать, а что их развивать, когда у нас есть рубль?» Конец цитаты. А вот компании, не оформляющие официальные трудовые отношения с сотрудниками, могут лишить налоговых льгот. Такая идея озвучена в Государственной Думе. Смысл законопроекта простой. Если проверка выявила, что более 10% персонала, либо более 100 работников занято неофициально, то в отношении такой компании нужно отменять все налоговые преференции. Правоохранителям могут запретить изымать оргтехнику и электронные носители коммерческих фирм. По сложившейся сегодня практике, при расследовании дела об экономических преступлениях, следователи могут буквально парализовать работу фирмы, изъяв компьютер с необходимой для работы информацией. В итоге может оказаться так, что и преступления никакого не было, а фирма страдает от действий следователей и понесла убытки. При этом представитель предъявить претензии к сотрудникам правоохранительных структур нельзя, они действовали в рамках закона. Кроме того, по мнению экспертов, правоохранители нередко используют свои полномочия в коррупционных целях. Министерство юстиции России намерено изменить сложившуюся практику и приступило к разработке поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые ограничат действия полномочия правоохранителей. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Продолжение следует...